Прежде всего, хотелось бы сказать, что послание началось с внешнеполитического аспекта и взаимоотношения России с нашими партнерами, коллегами, и прежде всего, конечно, по вопросам борьбы с терроризмом. Тулики поддерживали президента и продолжают его поддерживать по тем начинаниям, которые есть. И Владимир Иванович правильно сказал, что терроризм на самом деле там, но эти люди, которые воюют сегодня на стороне незаконных фактических бандформирований, они могут возвращаться сюда. Поэтому для нас нужно, что называется, отсекать любые попытки на подступах. Второй очень важный аспект. Были высказаны слава и благодарности нашим вооруженным силам и, конечно, нашему оборонно-промышленному комплексу. Здесь тулики не в стороне. Мы очень качественно отрабатываем гособоронзаказ. У нас идет рост. Мы фактически были к этому готовы, потому что программу модернизации наших оборонно-промышленных предприятий мы начали 4 года назад. И сегодня мы готовы наращивать объемы производства и выполнять не только гособоронзаказ, но и, безусловно, выполнять заказы наших иностранных заказчиков. Ну, а большая часть послания посвящена внутренним вопросам, прежде всего, вопросам социальной политики. Это продолжение материнского капитала как минимум на 2 года. Это наболевший вопрос по использованию земель сельхозназначения, которые не используются в рамках именно сельхозпроизводства. И вопрос, проработать вопрос изъятия земель. Мы много говорили об этом, потому что у нас почти 400 тысяч гектаров земель сельхозназначения не обрабатывались. И мы такой достаточно активной работы ежегодно от 40 до 50 тысяч гектаров вводим. Ну, вы сами знаете, что показатели по селу у нас очень хорошие. Мы растем практически по всем показателям. К нам заходят крупные инвесторы. Вот недавно мы подписали соглашение с Мироторгом, который планирует построить 10 крупных объектов, приобрести до 100 тысяч гектаров земли для того, чтобы развивать полностью все свои проекты. Почти 20 тысяч они уже приобрели. И в ближайшее время первая ферма, что называется, будет уже, первый комплекс будет размещен уже в следующем году. Ну, и еще один, конечно, наверное, самый важный вопрос. И вот это, конечно, поддержка всех наших начинаний по детям. Строительство школ для Тула, для Новомосковского, вообще в целом для Тульской области. Это очень важный проект, потому что у нас школы не строились давно, и нам нужны новые современные образовательные комплексы. Уверен, что мы обязательно войдем в эту программу и будем ее реализовывать. — Владимир Сергеевич, но поддержка нового среднего бизнеса? — Вы знаете, мы же с вами давно занимаемся уже этой проблемой, и вот те, скажем, рекомендации, которые были высказаны в рамках Государственного совета, вот большинство этих рекомендаций, Владимир Владимирович, мы потихоньку их все реализуем. У себя на территории области мы приняли более 10 законов, которые начнут действовать уже с 1 января 2016 года. Это существенно мы облегчим позиции для предприятий малого и среднего бизнеса и для микропредприятий. Это и снижение налоговых ставок, и это налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, и это снижение стоимости патентов в два раза. То есть целый набор уверен, что для туликов, которые примут решение заниматься предпринимательством, это будет существенная поддержка. Ну и самое важное, то, что сказал президент, это изменение настроения. Самое важное, то, что мы к предпринимателям должны относиться как к людям, не которых нужно, знаете, что называется, ошкурить и вот содрать последнее, а наоборот, как к людям, которые берут на себя ответственность, создают новые рабочие места, берут ответственность не только за свои семьи, но и за семьи других людей, и не боятся, идут вперед и создают, создают новую продукцию, новые рабочие места и, соответственно, развивают свой район, регион, свою страну.